Всем привет! Вы смотрите новости ММА. Братья, лучший подарок от вас это палец вверх под этим роликом. От души всем, кто сделал. А теперь давайте смотреть видео. Петр Ян предложил Генри Сиху достать его угловым на UFC 273. Напомню, это 9 апреля. Кабиб, если бы помог ему, было бы тоже очень здорово. Весь А.К.А. там сейчас. Зачем Генри вызывает Петр. Это вопрос. Плюс еще и не очень хорошо он знает английский. Это может быть проблемой. Я думаю, что было бы круто, если бы Хабиб и Хавьер были в углу Петра. Очень уж круто получилось бы. Генри Сихуда, кстати, соглашается быть в углу Петра Яна на турнире, но при одном условии. Я поработаю в твоем углу, если поставите мне сиденье повыше, а то еще зарядишь с колена. Дело Петра, конечно, к кому обращаться, кого захочет, того и позовет. Но с другой стороны, у Сихуда и у Петра Яна постоянно терки в твиттере. Странно, что Петя вообще позвал его к себе в угол. Еще один, с кем у Пети не самые приятные отношения, это Шон Амели. Он также заявил, что готов стать угловым Петра Яна. Петр, одно место в твоем углу забронировано. И опять непонятно смысл от Сихуда и Шона Амели, если у Петра Яна по-английски слабо получается говорить. Пока что. Видим, что очередь у Петра уже выстроилась. Здесь же Петр, Ян и Стерлинг обменялись любезностями в соцсетях. Давайте по порядку. Алжамейн говорит, «Чтобы расти, нужно принимать поражение как мужчина. Первый шаг в процессе исцеления – принятие своих неудач. Другими словами, бро, ты проиграл». Ему Петр отвечает, «По крайней мере, я не потерял свое достоинство, как ты. Уже представляю, как ты снова будешь рыдать после нашего боя. Я выбью из тебя все дерьмо, псина. После этого можешь начать исцеляться. До этого с нетерпением». И Алжи говорит ему в ответ, «Единственные слезы, которые я пролью, будут на твоих похоронах после того, как 9 апреля я упакую твое тело в мешок на глазах у всего мира. Тебе лучше объявиться». Похоже, многим не нравится Стерлинг. Интересно, почему? Может быть, потому, что этот негатив появился, когда он начал странно себя вести после боя. Наговорил он очень многое. Постоянно добавляет, упрекает Петра Яна. Кажется, что Алджамейн почувствовал слабину, что Петр будет без поддержки своей команды. Но это только кажется. У кого, друзья, есть ощущение, что в этот раз избиение будет еще более ощутимым, что Петр выйдет в три раза мотивированнее, чем в первом их бою? Напишите в комментах. Продолжение следует... Есть интересное новое интервью Даны, где он по полочкам расставил свое отношение к пиратским трансляциям. Этот вопрос долго мучил СМИ, и вот что ответил Дана. Мы поймали много людей и привлекли их к ответственности за это. Были парни, которые занимались этим в барах. Их бары воровали трансляции и показывали их незаконно. По словам Уайта, во время одной из его поездок в Мемфис, ситуация едва не стала ужасной и потенциально смертельной. Это правдивая история. Мы были в Мемфисе и выступали в программе Looking for Fight. Там присутствовал парень, чей бар пострадал из-за всей этой ситуации с пиратством. Тогда мне начали угрожать, сказав, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят. С 2012-го UFC преследует нелегальных стримеров своих турниров. В 2014-м организации удалось успешно выследить предполагаемого пирата и отсудить у него 12 тысяч долларов. Спустя почти целое десятилетие UFC продолжает свою антипиратскую кампанию. Но, по словам Данны Уайта, это не обошлось без последствий. С одной стороны, можно сказать, ну что, тебе жалко, что ли, халявных трансляций? С другой, Уайт работает, чтобы зарабатывать на трансляциях. Это торговля товаром, по его словам. Бизнес. Любому было бы не в кайфе, если бы товар забесплатно уходил или воровали у него из-под носа этот товар. В любом случае, Дана говорит, что халявы не будет. Лига Хабиба, Игл FC, объявила о том, что карта турнира Игл FC 47, проведение которого было запланировано на 1 апреля в Пензе, отменяется. По крайней мере, на данный момент. И объявили, что переносится на более поздний срок. Это будет май-июнь. Дата места проведения турнира будут объявлены позже, пока больше никакой информации нет. А вот что на официальном сайте написали, обратившись к болельщикам. Приносим извинения тем, кто уже приобрел билеты. По вопросам возврата обращайтесь в кассир.ру. Очень жаль, что турнир отменили на данный момент. Будем ждать, что турнир все-таки состоится. Друзья, срочно прошмите лайк для охвата, чтобы поддержать мой канал. Пишите комментарии. Самое главное – это ваше мнение. Отвечу каждому под роликом. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok